В администрации городского округа Люберцы прошло заседание общественной палаты. Участники встречи обсудили план мероприятий, приуроченный к празднованию Дня Победы. Еще одним вопросом на повестке дня стало строительство школы в поселке Красково. Подробности в материале нашего корреспондента. День Победы отпразднуют в этом году масштабно. Впервые после ковидных ограничений акция «Бессмертный полк» пройдет в обычном режиме. Шествие с портретами героев-фронтовиков состоится в каждом поселке городского округа Люберцы. Также в этот день запланированы концерты и памятные мероприятия. Кульминацией праздника станет салют, который прогремит в 22.00 на нескольких площадках. Никто не отменял темы, связанные с онлайном. Это больше привлечены, задействованы учреждения культуры, учреждения образования в онлайн-форматах с детьми. Это различные акции, продолжение, как было в прошлом году. И они детям очень понравились. Это «Одна Победы», это чтение стихов от своих родственников, это «Письма Победы». Второй темой в повестке заседания стало строительство школы на 1100 мест с многофункциональной спортивной зоной в Краскове. С 1 марта изучением этого вопроса занималась рабочая группа, созданная при общественной палате городского округа Люберцы. Руководитель этой группы Елена Кончелли зачитала заключение. Считаем, что в связи с существующей потребностью в поселке Красково в общеобразовательных учреждениях застройщику необходимо предоставить разрешение на строительство общеобразовательного учреждения на земельном участке с кадастровым номером 593. Администрации городского округа Люберцы поручить рассмотреть вопрос о содействии и контроле в организации схемы дорожного движения в данном микрорайоне после предоставления застройщикам схемы организации дорожного движения на период строительства и эксплуатации общеобразовательного учреждения. Большинством голосов члены общественной палаты поддержали это заключение. В дальнейшем представители рабочей группы планируют обследовать зону строительства школы, совместно с жителями поселка определить места и количество компенсационной посадки деревьев. Уиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.